Несмотря на его полный провал в Украине, Виктор Медведчук снова на коне. Кум Путин пожаловал ему огромный бизнес. Пять компаний Медведчука в РФ только в прошлом году получили выручку более чем в 6 миллиардов долларов. На что он тратит эти ваши деньги? Раскрываем секреты одиозного друга диктатора. Еще недавно он был на самом дне. Я Медведчук Виктор Владимирович. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей. Это Виктор Медведчук, кум Путина и изменник родины. В начале 2022-го он был полностью разгромленным. Казалось бы, карьере конец. Но не тут-то было. В России Медведчук снова возродился. В новом обличье с новыми миллиардными активами, но со старыми преступными замашками. В 2023 году пять российских компаний, которые связаны с кумом Владимира Путина, бывшим украинским политиком Виктором Медведчуком, получили рекордные 536 миллиардов 900 миллионов рублей. Около 6 миллиардов долларов по текущему курсу выручки. Это почти на 80% больше, чем в 2022 году, подсчитала Верстка на основе данных Государственного реестра бухгалтерской отчетности. Деньги невероятные. Особенно для страны, где большинство населения довольствуется зарплатой в несколько десятков тысяч рублей. Но Медведчук знает главный секрет успеха в путинской России. И это близость к трону. В Украине Виктор Медведчук – личность с однозначной репутацией. Почти все украинцы слышали про его связи с КГБ и криминалом. Про его участие в политике Украины в 90-х и нулевых. Про его дружбу с Путиным. Благодаря связям и роли смотрящего за Украиной он сколотил состояние в сотни миллионов долларов. Прибрал к рукам нефтяной бизнес и медиаимперию. Но никак не за счет талантов и не за счет умений. Выполнял задачу подготовить почву для быстрой сдачи украинцев путинскому вторжению. И с треском ее провалил. Но за это патрон не то, что не наказал его, но еще и вознаградил. Основную часть выручки Медведчуку принес топливный брокер – компания АТИ. Если в 2022 году ее выручка составила 288 миллиардов 700 миллионов рублей, то в 2023 году она увеличилась до 518 миллиардов 200 миллионов рублей. Это позволило ей закончить год с 1 миллиардом 100 миллионами рублей чистой прибыли. Вторая компания Trade Project владеет сетями заправок в Тюменской, Курганской и Липецкой областях. А также в последней снабжает горючим коммунальные предприятия. В 2023 году ее выручка составила 4 миллиарда 200 миллионов рублей, что на 1 миллиард 200 миллионов больше, чем годом ранее. И такая золотомосная компания у Медведчука далеко не одна. Третья компания Медведчука, NZNP Trade, занимается добычей нефти. В 2023 году ее выручка выросла на 72% и достигла 12 миллиардов 900 миллионов рублей. Также Кум Путина связан с двумя акционерными обществами – ГК Маркет и Ренессанс. Выручка первого в 2023 году составила 1,5 миллиарда рублей, а второго – 50 миллионов 800 тысяч рублей. К тому же Медведчук развернул в России старое доброе рейдерство. В конце сентября видео с захватом иркутской нефтяной компании «Дулисьма» стали хитом Телеграма. Некоторые каналы сообщили, что за разборкой в стиле 90-х стоит Медведчук. Схема отработанная. Сначала кошмарят неугодный бизнес, потом подельники Путина за бесценок скупают его обломки. Александр Баримов – это тень Медведчука. Его решала и правая рука. Он появляется там, где пахнет большими деньгами и большой долей. Нефтянка, недвижимость, металлургия. Масштабы впечатляют. Медведчук сумел перехватить контроль над заводом «Гелий Маш» с помощью ФСБ и генерала Олега Феоктистова, близкого к Игорю Сечину. Конкурентов отправили в тюрьму. Акции «Гелий Маша» выкупили, а его недвижимость распродали. Успел развернуться Медведчук еще и на оккупированных украинских территориях. Если верить украинским спецслужбам, у Медведчука богатый опыт работы на захваченных украинских землях. Уже несколько лет он продает туда топливо и закупает там уголь. И похоже, что после начала полномасштабной войны Медведчук решил еще надежнее закрепиться на оккупированных территориях. А тратит эти миллиарды Кум Путина, конечно же, на красивую жизнь. Только полюбуйтесь. Роскошная 28-метровая яхта Pershing 9X. И цена ее почти миллиард рублей. Четыре каюты, отделка люксовыми материалами, целая команда прислуги. Плюс деньги, заработанные Медведчуком в России, направляются на подкуп политиков, распространение фейков и антиукраинскую риторику. Чешские спецслужбы раскрыли целую сеть кремлевской пропаганды, которая работала через платформу Voice of Europe. Получается снова провал. Вот только Путину это нипочем. Он упорно делает ставку на своего кума-неудачника. Пусть Медведчук проиграл битву за Украину, пусть он коррупционер-беспредельщик, но главное, что он свой, кремлевский. Виктор Медведчук – типичный представитель семейства Владимира Путина. Жестокий человек, заработавший себе многомиллионное состояние грабежом и убийствами. Кумовство – это фундамент, на котором стоит режим Путина. А страна, где правят кумовья, обречена. Субтитры создавал DimaTorzok